МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заболеваемость этой инфекции, безусловно, идет на спад последние недели. Я бы даже так сказал, за последние 2-3 дня один, ни одного свежие случаи. Больше в городе, конечно, в районе раза в 3 меньше выявляется больных, чем по городу Искитиму. И больных в ковидном госпитале на сегодня всего 10, а не 40, как было раньше, или 35. Пневмонии стало меньше, 20 всего отделения уже так-то сжалось до каких-то объемов. Ну и редко пневмония сегодня превращается в ковид после подтверждения лабораторного диагноза. А с чем это связано, как думаете? Все-таки прошел пик или что? Прошел пик. Пик у нас в Искитиме был раньше, чем в Сузуне, Маслянино, в маленьких районах. Так же, как в городе Новосибирске был раньше, чем у нас. В Москве раньше, чем в Новосибирске. То есть, чем больше населенный пункт, тем раньше развивается эпидситуация. Это уже всем понятно. Надеюсь, и жители это понимают. И больше шансов заразиться, больше шансов раньше заболеть. Или просто перенести инфекцию в скрытой форме, получить иммунитет. Что сегодня мы наблюдаем. У процентов 15, даже 20 населения иммунитет формируется без клинических проявлений. И большинство граждан, которые имеют положительный ПЦР-анализ, это люди без клинических проявлений или с самыми минимальными проявлениями на уровне такой непонятной РВИ. В доброе старое время человек даже бы больничный не взял, он бы работал, все, и не знал, что у него ковид-инфекция. Ну, допустим, у нас на сегодня больше 30 человек наблюдаются амбулаторно, а в госпитале лежит только 10. Во всех районах открыли ковидные койки, или это изоляторы, или это ковидные госпиталя, ну, с возможностью госпитализировать. Так что мы имеем однозначный спад. Насколько возможно, так называемая, пресловутая вторая волна, я бы ее не стал называть второй волной. Я мог бы сказать, что это продолжение первой волны тех, кто еще не заболел, но заболеет, потому что у него будет ослаблен иммунитет со временем. Потому что инфекция никуда не делась, она будет в популяции среди нас, и у каждого, кто не переболел, есть риск получить эту инфекцию, если и заболеть, или не заболеть. Есть люди, которые не заболевают, у них иммунитет не специфически сильный, и заболевание у них не развивается. Есть люди, у которых развивается специфический иммунитет на проникновение инфекции, и они тоже не заболевают, и вдруг выясняется, что у них на иммуноферментном анализаторе положительный иммуноголулиноджи, говорящий о том, что он имел контакт с коронавирусной инфекцией месяц-два-три назад. То есть таких тоже много людей. Мы проводим такую диагностику среди персонала, и у некоторых больных выявляем такую картинку. А если человек заболел, он уже не заболеет, то есть у него сформировался иммунитет, или это не факт? Ученые говорят, что эта тема еще не изучена, но я предполагаю, что иммунитет все-таки, по крайней мере, год-то должен, ну как гриппозный, он все-таки это вирусная инфекция, и от этой инфекции вирусная, которая проходит через дыхательные пути прежде всего, иммунитет год должен держаться, специфический иммунитет. Ну а для того, чтобы не было второй и третьей волны, и по большому счету, чтобы экономика страны не страдала, и люди не боялись, для этого вот открыли, зарегистрировали вакцину от коронавируса. А что это за вакцина? Кто ее сделал? Сделал Институт Гомолея, это известный факт, в телевизоре об этом всем рассказали. Это институт, занимающийся вакциной, изготовлением вакцины, запретением уже десятки лет, сотни, может быть даже сотни. Это довоенный еще институт, московский. Таких институтов много, наш вектор тоже делают, но пока еще наша вакцина не прошла регистрацию, она сделана на другой базе. Тоже понятно, почему там сделали быстро, потому что она сделана на базе аденовирусной инфекции, на той, которой сделали вакцину от Эболы. И очень быстро смогли перестроиться. Убедительная информация для меня, по крайней мере, хотя есть всякие интерпретации, всякие институации, но это тем в интернете, что вакцины нет и так далее. И вообще все это коронавирус, это ради того, чтобы запустить производство новой вакцины и срубить на этом очень много денег? Это сплетни, это для того, чтобы людям мозги, как говорится, продувать. На самом деле эта инфекция есть, есть у нее послужной список, есть совершенно четкая патантомическая картина, которой только у этой инфекции и у другой инфекции такой картины нет. Потому что у нас все-таки, ну скажем так, полтора, более 15 человек у нас погибло в больнице от этой инфекции. Это искитимцы все? Нет, это жители и Бердская, и соседних районов, и Ленева, и Черепаново, и Новосибирские жители, которые попали к нам, потому что такая маршрутизация. Наших сколько, Алексей Алексеевич? Ну, я думаю, что это не тем, насколько. Но больше всего, конечно, город Искитим, потому что здесь больше было больных этих. Ну, я количеству сейчас не буду говорить, потому что это не суть важна. Может, даже не стоит этот вопрос и озвучивать для всех. Ну, умерли все до одного, умерли имеющие серьезные коморбидные состояния. Это ожирение, диабет, это эндокринная патология другого толка, это онкологические заболевания, гематология тяжелая. Это люди, имеющие, то есть люди соматически здоровых, ни одного не погибло. Они выздоравливают или протекают заболевания в такой вот легкой форме, даже скрытой форме. Насколько сейчас Искитимская поликлиника готова к тому, чтобы начать вакцинацию? Пока пришел приказ о том, что мы должны продемонстрировать свою готовность. Для этого надо иметь морозильные камеры, минус 18, потому что вакцина хранится при температуре не ниже минус 18. У нас таких камер на сегодняшний день 4 штуки, многокамерные холодильники, в которых есть камера, минус 25. Для хранения и для передачи, получения вакцины из Министерства здравоохранения, закупки делает Минздрав, у нас есть для этого оборудование. Ну а все остальное шприцы, банальная вещь, и прививочные кабинеты в поликлиниках. Мы поставим эти морозильные камеры в двух поликлиниках, первой во второй, в кабинете эпидемиологии, где хранятся запасы вакцины, будут еще стоять остальные морозильные камеры. Ну, привезут нам на первых порах, ну, может быть, несколько сотен вакцины, которые закупает область, сколько мы еще пока не знаем. Будем прививать желающих сначала медиков, учителей, то есть группы, имеющие максимальное количество контактов. То есть это по желанию-то не обязательно? Конечно, никаких. Тут задавали просто нас заставят, а пустят ли на работу. Желание гражданина, все вакцинации происходят по желанию. Никто селом никого не вакцинирует вообще. Другой вопрос. Если человек не получил вакцину, то он может не попасть куда-то, куда можно попасть только вакцинированном. Тема известная. Монту, БЦЖ и детский сад. Вы эту схему знаете, да. Начинаем прививать от туберкулеза в роддоме, потом смотрим иммунитет, и если человек отказывается, то он в детский сад не попадет, потому что рискуют заболеть остальные дети, привитые этой инфекцией, это санитарные правила. В данной ситуации, если человек не откажется от прививки, ну, значит, он не будет работать в ковидном госпитале, значит, в случае заражения он не получит страховку из медиков. Понимаете, да? Я думаю, что так будет сделано. Пока документов нет, но это логично. Если человек отказался от вакцинации, значит, он сам определил себе свой путь. Это его право. А вы будете вакцинироваться? Нет. Я перед тем, как и наши коллеги, перед тем, как принять решение вакцинации, мы сделаем анализ на ИФА. А может, есть уже иммунитет, и прививаться не надо. Люди, которые имеют иммунитет, переболевшие, прививаться, конечно, не будут, в этом нет необходимости, у них иммунитет уже сформировался. Мы же обследовали своих работников, многих уже, около тысячи исследований сделали, и работников, и больных обследуем, например, налечь иммунитет. Бывает такое, что ПЦР отрицательный, а иммуноферментный анализ и иммуноглобулина G и М положительный. Значит, он перенес или сейчас переносит. И по решению комиссии даже диагноз ковидной инфекции устанавливается без положительного диагноза ковидной инфекции. Как-то тестировали уже эту вакцину? То есть есть какая-то реакция на нее у населения? Уже в средствах массовой информации. Информация есть. Тестировали на добровольцах, тестировали на самих, кто ее сделал. Тестировали даже на дочери президента, как она захотела, оказывается, вакцинироваться. Реакции, аналогичные вакцине на грипп, бывают или не бывают. Они банальные, есть ограничения определенные. То есть тем, у кого людей есть риск, тех прививать, конечно, никто не будет. Опять же, соматические заболевания, имеющие в своем составе снижение иммунитета. Иммунодефицитное состояние, тот же ВИЧ, понимаете, да? Им не прививают. Им не будем мы прививать, потому что, ну, потому что... Может развиться реакция. Может быть реакция какая-то, наверное. Но это так, писаем инструкцию. Инструкция пришла. Задают вопрос, почему так быстро зарегистрировали эту вакцину. А я бы задал другой вопрос. Почему так долго регистрируются медикаменты и медицинские изделия в нашей стране? Потому что каждая инстанция, которая проходит то или другое новое изобретение, имеет по закону у себя в запасе месяц, два, три, год, чтобы делать или не делать. Под разными соусами. Почему так происходит? Ну, чтобы получить регистрационную инстанцию на изделия медицинской техники, надо два-три года. Хотя можно сделать за три месяца. На ваш взгляд, вот эта вакцинация, на кому прежде всего необходимо? Каким людям? Прежде всего людям, которые имеют много контактов. Безусловно, это медики, безусловно, это педагоги, безусловно, это, может быть, магазины какие-то, администрация. То есть люди, имеющие контактов много, и которые могут распространять инфекцию, они должны быть иммунизированы, чтобы на них прерывалась цепочка. Вот мы же много рассказывали про грипп, да? Мы когда дошли до уровня более половины населения, популяции от гриппа привить, гриппа не стало. Потому что мы прервали все попытки распространиться. Учителя, медики, прививка прошла, население привили, грипп пришел. Один заболел, а следующий не заболевает, у него иммунитет. И он уже никому не передает. Задача любой иммунизации – это создание популяционного иммунитета. Он может развиться после заболевания, но лучше, если он разовьется после прививки, которая достаточно безопасна. Я не буду говорить, насколько она безопасна. Если ее пустили, значит, она безопасна. Если люди на себе ее попробовали, и никто там не пострадал, значит, она правильная. Я считаю, что она правильная вакцина. И ждать американскую – смешно. У нас не такая уж дохлая микробиология и иммунология в мировом масштабе, чтобы мы, мягко говоря, игнорировали свои достижения. Всем же понятно, что в мире два есть научных центра микробиологических вектор, и в Америке, в Штатах, два, которые номер один в мире. Ну, почему мы должны думать, что давайте французскую дождемся или китайскую? Ну, они далеко отзади нас по этой части. Поэтому я тут не патриот, а реально смотрю на вещи. Когда примерно начинается вакцинация? Думаю, что в сентябре. Будет команда. Мы сейчас приготовимся ко всему, людей проинструктируем, потому что там процедура достаточно долгая будет. Представляете, надо разморозить 30 минут разморозки, до кону температуры. Потом, то есть не так, что взял и уколол. Это не шприцы, это флаконы замороженные. И процедура прививок будет проходить чуть подольше. Я думаю, что мы тут отработать технологию, чтобы и инактиваться, потому что через какое-то время инактивируется вакцина, и она уже будет не давать иммунитета. Скорее всего, это запись какая-то будет предварительная. Будет, конечно, запись по времени. Будем мобилизовать своих сотрудников, чтобы не один, а два-три человека работали, чтобы все это было под контролем. Ну, вчера пришел приказ, я только увидел инструкцию. Думаю, что мы сделаем все правильно. Ну, от этого потом... Кто хочет, люди прививаются. Пока только о медиках речь идет. Медиков пройдут, следующая парта. Не потому, что мы попробуем на них, проверим. Ну, странно. Хотя медики, наверное, на себе должны сначала проверять, то, что предлагают людям. Это логично. Так было исторически всегда. Но просто вакцина не делается в миллиардах сразу. Она делается и распространяется по всем территориям. Закупки все происходят. Бюджеты, конечно. Конечно, это все оплачивается, все денег стоит. Даром никто не раздает. Ну, это инструктивно медика. Потом пойдут учителя, потом пойдут другие люди, потом пойдут, скажем так, какие-то группы социальные, которые более подвержены, которые нуждаются в вакцинации. Сейчас уже говорят о том, что очередная волна снятия ограничений идет, о том, что в больницах возобновляются плановые операции, ну, плановые мероприятия какие-то, да? Как сейчас вы с китими с этим? Мы не то, что нарушаем, но не сильно ограничивали. Мы имели анамнез у людей, справки получали. Мы обследовали людей до плановых вмешательств на ПЦР, на этот, на вирус, на этот, чтобы, ну, не рисковать, скажем так, не заражать, у нас внутри больничного возражения больных и в хирургии, и в гинекологии, и в травматологии не было. У нас возникали заболевания в пульмологическом отделении, в кардиологии с людей, у которых потом развивалась клиника, делали анализы и подтверждали, потом ковид переводили в госпиталь. Такие случаи, конечно, были. А вот выявлять больных в других отделениях нам не удавалось, и клиники не было, потому что соблюдался санэпитрежим определенный, обследовались люди до госпитализации. Собственно, мы отправляли на ВМП, мы отправляли в областную больницу людей на определенные виды лечения, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь получали. И они просто до этого обследовались. Сегодня эта программа еще не снята, обследование происходит. Я имею в виду, плановые операции возобновляются, диспансеризация. Диспансеризация пока не возобновилась, но думаю, что с сентября она начнется, пришли документы о подготовительных работах, как мы это будем делать. Опять же это будет, ну как в кинотеатрах, да, понимаете, или там на стадионах, через одного, через два, через три. Будет все в графике в определенном режиме, не массовая, не толпа, а вот так вот будет разреженная ситуация. Массочный режим, безусловно, должен сохраняться еще в массовых местах, массового скопления людей, потому что инфекция никуда не делась, она есть. И хоть вот вчера был один положительный появился, а за выходные дни ни одного, в пятницу ни одного, в четверг было два, в среду был один, ну такие вот вещи. А до этого у нас было семь, восемь, помните, да? То есть сегодня количество свежих случаев. И то это люди из контактов, без клинических проявлений, не потому что он поступил там, а, ну, еще раз говорю, люди с незначительными клиническими проявлениями или вообще без них. Спасибо, Алексей Алексеевич. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «На виду». До встречи на телеканале ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин